Shut up and take my money. Зачем? Нужно шизануться. Зачем? То, скорее всего, вы рехнетесь. Зачем? Это очень творческая и интересная профессия. Нужна хорошая волосатая рука где-то в правильном месте. Если даже сами айтишники не все разбираются, чего уже требовать от остальных. Это отлично. Здравствуйте! Вы на канале MGC и я продакт-менеджер Саша, которого ребята позвали расспросить. О профессии. Окей, погнали. Зачем люди идут в продукт-менеджера и чем он отличается от проект-менеджера? Разобьем вопрос на два. Первый, наверное, логичнее ответить, чем он отличается от проектного менеджера. В общем, есть такой способ об этом думать. Есть люди, которые отвечают на вопрос «Зачем?», есть люди, которые отвечают на вопрос «С каким приоритетом?», которые отвечают «Что делать?», которые отвечают «Как делать?» и которые отвечают «Как делать так, чтобы это все было сделано?». Продакт-менеджер — это человек, который отвечает на вопрос «Зачем?». Причем в разных его вариациях. Он отвечает на вопрос «Зачем?», на вопрос «Зачем?», и на вопрос «Зачем?». Он тоже отвечает. Потом он определяет приоритет. Чтобы правильно ответить на этот вопрос и правильно установить приоритет, нужна очень богатая картина того, что происходит с компанией, с продуктом, с клиентами и так далее и тому подобное. Это не то, что делает проектный менеджер. Проектный менеджер, в принципе, имеет свои функции, как бы, как склеить все активности по поводу того, чтобы то, что уже задумано, было сделано. То есть он не придумывает, ну, как, если в чистом проявлении, он не придумывает, что надо сделать и зачем это надо сделать. Обычно у него есть заказчик, который рассказывает ему, что ему надо сделать. А он уже ищет правильные ресурсы, находит правильных людей, правильно выстраивает их взаимодействие, чтобы это все было сделано. И продуктовый менеджер тоже делает это, но основной это все-таки вопрос, зачем и с каким приоритетом. Обычно в связке с продуктовым менеджером работает и delivery менеджер, который забирает на себя больше такую техническую часть и часть вопросов по, а когда релиз, а когда это выйдет в прод, а когда мы это сможем успеть сделать и так далее, и так далее, и тому подобное. Зачем идут в продукт-менеджеры? Это очень творческая и интересная профессия. Наверное, поэтому идут в продукт-менеджеры. Есть возможность влиять на продукт, скажем так, не рискуя своими деньгами. То есть это очень хороший способ, например, поучиться для того, чтобы стать дальше каким-нибудь SEO, например, нового стартапа. Видео про SEO смотрите по ссылочке внизу. И вот там. Вот тут. В чем отличие с продуктовнером? Продукт-оунер — это роль в agile методологиях. То есть когда вот те самые знаменитые программисты собрались на грноложенном курорте, придумали agile манифест, потом все это вылилось в скрам, и вот в скраме как раз появляется продукт-оунер. Продукт-оунер — это с точки зрения программиста, да, так как придумывали все это дело программисты, с точки зрения программиста — это некий чувак, который рассказывает, какие фичи надо делать. Вот. Это роль в процессе, это не профессия. Тебя бесит, когда тебя называют project-менеджером? Нет, я абсолютно лояльно к этому отношусь, потому что никто не обязан в этих всех тонкостях и перипетиях разбираться. Если даже сами айтишники не все разбираются, чего уже требовать от остальных. Как часто удается поспать 8 часов? Это зависит от работы и фаз развития продукта. То есть, например, обычно каждый раз там перед Новым годом или в самом начале года, когда нужно очень-очень много прорабатывать стратегию, подводить итоги, ставить укиары и прочее, 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 тогда сна чуть-чуть поменьше. Иногда бывает так, что приходится нести такую поддерживающую функцию и подменять delivery менеджера. Это тоже довольно стрессово. На самом деле, все нормально. То есть, не беспокойтесь. Если у вас нормальная компания с work-life balance, скорее всего, это распространится и на вас. Как стать продукт-менеджером? Нужно шизануться, а потом снова обрести разум. И повторять это примерно раз в квартал, а лучше раз в месяц. Что я имею в виду под этим? Нужно иметь настолько открытое сознание, чтобы мочь одновременно держать в себе две противоречащие истины. И при этом нужно иметь настолько развитый логический аппарат, чтобы всегда примирить эти две сущности, эти две истины, и понять границы их применения. Вот. Если у вас нет логического аппарата, то, скорее всего, вы рехнетесь. Если у вас нет открытости, то, скорее всего, вы пропустите что-то важное. Какие скиллы важны для продукт-менеджера? Ну, многие говорят, что важны скиллы UX, важны скиллы исследований, социологии, важны технические скиллы. Это очень сильно зависит от самого продукта. Например, я работаю с продуктами, которые бизнес-то бизнес, то есть продается бизнесу, и они энтерпрайзные. Соответственно, у меня очень большой уклон идет не в социологию, а наоборот, в технику. На позиции в продуктах, которыми занимаюсь я, в принципе, важно быть технически подкованным человеком. Если ты делаешь какое-то приложение, которое технически является довольно простым, там нет каких-то сложных распределенных вычислений или еще чего-то подобного, то социология для тебя гораздо важнее. У тебя много пользователей, это частные лица, и здесь уже это реально начинает очень сильно играть. Как достичь максимального уровня психологического комфорта в команде? Надо быть честными друг с другом. Если кто-то чем-то недоволен, он должен в, скажем так, в той форме, в которой договорились, обычно это на ретроспективах, это сказать. И знать, что он будет услышан, и его правильно поймут. Нужно как руководителю создать такое ощущение, и тогда, в принципе, уже все локальные проблемы будут более-менее разрешаться. Продукт-менеджер — это вообще техническая специальность? Можно ли стать продукт-менеджером из HR? Да, из HR можно стать продукт-менеджером в ограниченном числе случаев. Смотрите, продукт-менеджером становится практически из любой профессии. Самое важное — это готовность быть T-shaped, как говорится. Мне больше нравится называть это чуть менее модно, иметь широкий кругозор и иметь достаточно хорошее образование фундаментальное. И вот это то, к чему надо стремиться. Если ты, например, дизайнер, то ты рано или поздно перестаешь рисовать картинки. Ты приходишь к юзер-экспириенсу, ты приходишь к информационной архитектуре. Из информационной архитектуры ты задаешь себе вопрос, а какова модель данных этого приложения, чтобы выдерживать эту информационную архитектуру, которую ты придумал. И ты неизбежно начинаешь думать о технике, ты начинаешь общаться с программистами, и тем самым возникает твой широкий кругозор, который позволяет тебе быстрее принимать правильные решения. С каким продуктом было бы приятнее и интереснее всего было бы работать? Обычно, если с продуктом все сделано, то делать там уже нечего, и надо приниматься за новый продукт. Фаза мейнтененца для продукт-менеджера она как бы не очень интересна. Либо продумывать какое-то дальнейшее его развитие. Я думаю, что в принципе, если у вас нет каких-то препятствий по проверке ваших продуктовых гипотез, по каким-то улучшениям, которые вы хотите сделать с продуктом, то любой продукт хорош, если он вам нравится и вам понятна его ценность. Может ли быть успешным продукт-менеджер и не любить свой продукт? В принципе, да. Как я уже говорил, если как бы шизануться, а это происходит часто, то в принципе в один день ты говоришь, ты должен мочь сказать 10 пунктов, почему твой продукт самый лучший, а на завтра ты должен сказать 10 пунктов, почему твой продукт, мягко говоря, ужасен. И в принципе ты должен верить в оба этих списка. Как раскрутить продукт без маркетинговых затрат? Придумать какой-то креативный способ. От продукта зависит. Например, как раскрутить приложение. Совсем без маркетинговых затрат, может быть, там не обошлось, но, например, того же Clubhouse интересный кейс, да. Его вот эта вот элитарность, то есть ты можешь получить инвайт только через там кого-то. Вот, инвайты продаются. И как-то это все очень внезапно возникло. И как-то очень внезапно это все начало раскручиваться. И всякие вот эти вот фишки, типа вот этих вот инвайтов, того, что там самые крутые собираются, и туда еще надо получить приглашение. Все вот это вот. Игра на человеческой психологии, она однозначно помогает. Заменяет ли она вообще любые финансовые вливания? Наверное, нет. Но кто знает, может быть, вы следующий гений, который придумает то, что не потребует денег вообще. Нужно ли разбираться в экономике, чтобы посчитать экономику продукта? Ну, наверное, желательно разбираться в экономике в целом. Вот, но есть же разные подразделы, да. Наверное, нужно разбираться в экономикс, в экономике, созданной для управления предприятиями, хотя бы чуть-чуть на базовом уровне. Или сводить это, например, к юнит экономике, еще как бы в меньшем масштабе. Нужно ли разбираться в макроэкономике? Ну, наверное, для того, чтобы строить какие-то долгосрочные прогнозы, если этот меняющийся мир действительно так сильно будет влиять на ваш продукт, почему бы и не разобраться? Как исследовать рынок, чтобы понять, какой продукт выстрелит? Выстрелить продукт или нет, зависит не только от продукта, не только от его идеи, не только от потребностей, которые он закрывает. В целом, для начала имеет смысл идти от людей, от пользователей, от проблемы, которую ты собираешься решить для них. Ты должен понять, насколько актуальна эта проблема, какими способами ее решают уже. Здесь у тебя может быть подсказка по поводу того, а так ли важна эта проблема для людей. Если они ее даже никак не пытаются решить способами, которые, в принципе, более-менее доступны, значит, возможно, они и продукт твой не купят для решения этой проблемы. Дальше надо смотреть текущие продукты, которые есть. Надо понять, почему они не подходят для каких-то кейсов. Надо понять нишу, потому что в одной проблеме может быть очень много разных разветвлений, и каждый из них составляет свою нишу, и там уже в тонкостях дело. Именно поэтому, в общем-то, больше шанс сделать хороший продукт в той сфере, которую ты хорошо знаешь, и которую ты хорошо понимаешь, потому что ты знаешь специфику той проблематики. Продукт популярный, но экономически убыточный. Это нормально? Это офигенно, на самом деле. Все зависит от цели компании. Начало 2000-х годов, СНГ. Хакеры уже как бы не просто пытаются взломать Windows XP, они придумывают тысячепервый способ взломать Windows XP. Крякнуть. Все пользуются крякнутой версией, никто не платит за этот софт. Я моделирую себя в голове, что, возможно, имел место такой диалог. Друг врывается, значит, в кабинет специалистам по безопасности и говорит, Билли, все ужасно, да? Вся Россия пользуется крякнутой виндой. Вот у меня уже разработана архитектура, как нам сделать правильную там модель лицензирования, как ее не смогут взломать. Давай делать, мы теряем кучу денег, мы теряем миллиарды долларов. Билли говорит ему, погоди, друг, пускай пользуется. Потому что через 5, 7, 10 лет те компании, в которых установлена эта крякнутая виндовс, им придется быть более респектабельными, потому что там взрослость бизнеса подрастет в этой стране, и они купят эту лицензию. Более того, пускай пользуются и частные лица, потому что, если частные лица знают только как работать с виндовс, то и в этих бизнесах тоже будет установлен виндовс. Соответственно, ждем, все будет нормально, все будет хорошо. Но они же крякают Word, Билли, они крякают PowerPoint. Почему бы им не покупать Word и PowerPoint? Дружище, подожди. Мы найдем, что с этим делать. И действительно, потом появляется и Enterprise подписка, все эти средства раскатывания Windows на корпорациях и так далее и тому подобное. Все эти сложные системы, которых, ну, в принципе, аналогов в какой-то момент не было, потом он появился. Потом появились некоторые аналоги, но Windows заняла этот рынок именно благодаря тому, что ею пользовались бесплатно. Потом, как разобрались с офисом? Сделали Office 365, предложили шарить документы между всеми сотрудниками как надо, с доступами и так далее. Это уже в облаке. Ты не можешь за это не платить. Ты берешь и платишь за это. Ну, и как видите, Microsoft не разорился. Все было нормально. Как бороться с конкурентами? Сделать лучший продукт. Ну, ладно, не только. На самом деле, опять же, от сферы зависит. В B2C, скорее всего, лучше продукт, лучше маркетинг, лучше коллаборации с более известными брендами и так далее и тому подобное. В B2B очень велика роль знания того, как выигрывать тендеры, например. Чего уж греха таить? Знание того, как правильно зайти к директорам, как правильно определить лиц, принимающих решения и так далее и тому подобное. Как сделать пользователей счастливыми? Мы можем сделать их счастливыми, пожалуй, там на пару секунд или на пару минут даже решив их проблему, решив их вопрос, сделав это неожиданно, бесхлопотно для них, скажем так. Ну, а также поддерживать общее хорошее настроение у них тем, что мы хорошо продумали информационную архитектуру, UX, UI и так далее. Как понять, что продукт интересен людям? Проблема, которую он решает, актуальна для людей. Они пытаются ее решить любым способом, который им только доступен и они ждут вот этого продукта. Возможно, ты тестируешь концепт этого продукта с кем-то и он говорит Shut up and take my money. Может быть, он уже готов оставить предоплату прямо сейчас. Много разных индикаторов. Почему большинство продуктов не выстреливают? Потому что помимо хорошей идеи нужна еще очень хорошая команда, ибо, так сказать, первоначальная идея очень сильно трансформируется даже просто в процессе проработки вместе с разработчиками. И если, например, разработчики как бы не имеют так называемого продуктового образа мысли, если они вообще не ценят экспириенс пользователя, его опыт, то скорее всего ты не отловишь тот момент, когда они сделают так, как удобно им, как разработчикам, а не так, как удобно пользователю. Все звенья цепи продуктовой, идея, потребности, продажи, маркетинг, команда, реализация, дизайн, бизнес-анализ, что там еще, ну, все вот эти стадии должны быть на необходимом приемлемом уровне. Ну, а также, опять же, чего скрывать, для некоторых продуктов нужна хорошая волосатая рука где-то в правильном месте. Если продукт не выстрелил, виноват продукт-менеджер? Это отдельная тема для разбирательства, кто виноват, если продукт не выстрелил. Обычно никогда не бывает так, что виноват кто-то один, но всегда есть кто-то один, кто принимает ответственность. Какие метрики снимать? Смотря какой у вас продукт. Обмерить все не получится в принципе, да, то есть есть такая голубая мечта, что можно выстроить дерево метрик, одна от другой зависит и так далее, и так далее. И вот ты смотришь такой на дашборд с кучей циферик и можешь прям принимать продуктовые решения. Так не будет. Ты всегда будешь внеопределенности, даже если у тебя свое приложение, которое ты обмерил вдоль и поперек, все равно тебе придется как делать quantitative, количественный анализ, так и qualitative, качественный анализ. спрашивать у людей, вычленять из их речи некие зацепки, по которым можно понять, что он хочет на самом деле не то, что он говорит, что на самом деле у него другая проблема и так далее и тому подобное. Что важнее, много фич или много рекламы? Вообще много фич это очень часто зло, потому что чем больше фич, тем сложнее интерфейс продукта, тем сложнее решить конкретный вопрос в этом продукте, тем сложнее найти, как решить конкретный вопрос в этом продукте. Поэтому много фич это нехорошо, правильные фичи это хорошо. Опять же, много маркетинга не факт, что хорошо, правильный маркетинг это отлично. Продукт может стать успешным без явной роли продукт-менеджера? Да. Если имеется в виду, что роль продакт-менеджера выделена явно или неявно, в принципе, это абсолютно неважно. Так или иначе, если есть продукт, то эту роль кто-то уже играет. Даже если вы в поисках продакт-менеджера, чтобы его нанять, в данный момент все равно кто-то играет эту роль. Куда расти дальше? Какие есть варианты? Ну, их много. Ты можешь стать продакт-директором, который супервизит несколько разных продуктов, продакт-менеджеров. Можешь стать chief product officer, можешь стать chief strategy officer, например. На самом деле, там будет как бы одна еще ступенька, и потом будет еще одна ступенька. И вот на вот этой вот через ступеньку, в принципе, должность будут уже придумывать под тебя. Какие у тебя основные рабочие инструменты? Основные рабочие инструменты это Miro. Очень крутая вещь для структуризации неструктурированных идей, к которым можно прийти. И там можно делать, в принципе, все что угодно. Там есть плагины и для комбана, и майндмэпы, и какие-нибудь там user journey map можно сделать. И можно сделать даже wireframe, которые будут clickable. А можно просто рисовать квадратики и треугольнички. А можно вместе с архитектором накидывать архитектуру. В общем, это универсальный тул, который я использую много для чего. То есть все то, что в физическом офисе у тебя было бы в распоряжении, в хорошем физическом офисе, все то есть у тебя в виртуальности, в Miro. Там я провожу наибольшее количество времени. Ну ладно, не наибольшее количество времени, я на втором месте. На первом месте конкретно у меня это Microsoft Teams. Но это может быть любой другой, любое другое средство для созвонов. Потому что я работаю удаленно сейчас, как и вся моя команда, в общем-то. Поэтому это вот первое. Но вот это и есть основные средства. Часто я лажу в базу данных. Поэтому какой-нибудь там pg-админ или средство от MySQL тоже может быть использовано. Идет вход. Иногда я прототипирую, программирую какие-то модули. Сам, как мне интересно, просто чтобы пощупать некоторые технологии. которые, возможно, имеют смысл использовать для решения бизнес-задач. Какая реклама самая эффективная? Я не рекламщик, я не знаю, какая реклама самая эффективная. Но обычно самая эффективная реклама, это та, которая тебя за секунду, пока ты еще не успел опомниться, уже тебя успело как-то заинтересовать, захватить. А дальше успела объяснить тебе, почему для тебя актуален какой-то момент, вопрос. И тут же объяснила легко, просто и доходчиво, как этот продукт решит этот вопрос. Сколько времени тратить на MVP? Да кто его знает. MVP, надо столько тратить на него время, пока он не станет viable. Или пока не станет понятно, что его надо убирать. Три книги, которые бы ты порекомендовал? Ну, есть Марти Кейган такой, он написал книгу Inspired. Также он написал книгу Empowered. И я бы сказал, что следует, любому продукт-менеджеру следует разбираться в целом в управлении. Поэтому Владимир Тарасов – искусство управленческой борьбы. Что важнее, soft skill или hard skill? Я считаю, что soft skill является необходимым для того, чтобы... Во-первых, для чего важнее? Для бытия продукт-менеджером? Да, я думаю, что soft skill важнее. И говорю я, наверное, скорее об умении решать проблемы. То есть нужен предпринимательский подход к жизни. Когда даже если ты не знаешь, ты можешь схватить все на лету. Ты можешь разобраться, у тебя хватает на это энергии запала и какого-то там бэкграунда. Если ты это можешь, то в принципе тебя сложно остановить. Если у тебя этого нет, никакие технические навыки тебе не помогут. Что тебя радует в профессии? Меня радует, когда клиенты, пользователи продукта действительно дают обратную связь. Не в плане, что вот, мне вот это нравится. А в плане, у меня головной болью было в течение пяти лет вот эта вот хренотень. И теперь я об этом даже не думаю. То есть ваш продукт это делает за меня. Как бы вы спасли мне пять лет жизни, я не знаю. Что-то вроде такого. Как стать успешным продакт-менеджером? У меня для вас четыре пункта. Пункт первый. Лайкните это видео. Пункт второй. Оставьте комментарий под этим видео. Желательно длинный, развернутый и очень интересный. Третье. Подпишитесь на этот канал. И четвертое. Поставьте колокольчик. Я серьезно. Без колокольчика ничего не выйдет. Подписывайтесь на канал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok